Ну, мы думаем, что соседи провели матч, и так уже на протяжении сезона достаточно хорошо друг друга знаем, и ЦСКА у нас, и мы ЦСКА достаточно, ну, понятно, что многие игроки достаточно хорошо известны, поэтому мы понимали, что ждет, понимали, что напряженный матч, нам надо было сыграть таким вот образом, чтобы не допускать каких-то очень последних ошибок, потому что, ну, первый мяч, который мы в чемпионате пропустим, в Екатеринбурге, ну, достаточно простой гол, которого вот нам сегодня стоило, чтобы мы не повторили эту ошибку. Да, были какие-то моменты, когда Томас нас выручал, но эти люди считали, что он не должен нас выручать, потому что удары были с такой дистанцией, где он нас должен был выручить, может быть, в этом тайме нам не хватало выхода в атаку, потому что, ну, быстро мяч двигал ЦСКА, мы в моменте, может быть, не совсем успевали для того, чтобы накрыть, и выйти в контратаку в втором тайме не стало получаться. Пускай немного моментов, но мы их создали, мы повели, ну, Женя, счет такой, который там немножко так нас расстраивает, потому что хотелось выиграть, тем более, что пропустим мы в концовке. Ну, и важно то, что мы приезжаем в Екатеринбург, кубковый матч, и играем в раунды, то есть нам не надо догонять кого-то, нам надо играть в раунды, то есть, ну, это для нас тоже самая хорошая ситуация. Спасибо. Будет вопрос? Да? Будет, конечно. Мужчина, пройдет. Добрый вечер. Тут много новых лиц, а где все наши старые? Старые не ходят. А? Старые не ходят. Не ходят? Да. Секлова Александровна. Выходной, полкова. Да. Ну, вот, вы сегодня вышли на матч, уже знали, что Спартак проиграл, то есть еще одним конкурентом меньше, в обе закупок. Почему в этих стенах звучит слово «Спартак», скажите? Нет, пускай в этих стенах звучит не только «Спартак», а другие команды. Потому что мы понимаем, что вот сейчас остался ЦСКА, один из фаворитов, и остальные команды тоже вполне могут побороться за кубами. Здесь сейчас ЦСКА не такая сильная команда, чтобы вот оставлять ее просто единственным фаворитом. Сейчас вот, когда вы вышли на матч, футболисты понимают, что, в принципе, кубов вполне достигаемый. Трофей? Ну, вы знаете, нам нельзя думать, что там «Спартак» вылетела или «Зенита». Нет, у нас должна быть такая психология или такая ментальность, и наша философия, что мы должны готовы быть к каждому отдельному матчу. То есть, они заглядывают, даже мне не хочется смотреть, что будет ответный матч там, потому что еще два супер важных матча будет в чемпионате, и мы сейчас фокусируемся на Ростове. А потом мы уже подойдем к этому матчу и посмотрим, что будет происходить, в каком состоянии мы подойдем. У нас есть диск, к сожалению, это больше всего расстраивает, там даже, может быть, сам принадлежит то, что, ну, желтые карточки в одну и в другую сторону, да. Ну, поэтому у нас сейчас, в первую очередь, мы должны думать о Ростове, о том же все остальное. То есть, мы должны спрятать ваше внимание. Второй вопрос еще, извините. Второй вопрос. Про вашего основного игрока, я считаю, харизматичного игрока Бигфауды. Будет ли с ним еще продлеваться контракт, потому что я считаю, от этого игрока, вот, мое личное мнение, зависит очень много в команде. Я вижу, как он действует на поле. Ну, это то же самое, как у ЦСКА и Кенфеев. Если у него есть желание играть, значит, он должен оставаться играть в Игорь, подписываемся на контракт. То есть, это зависит от его желания, в первую очередь, в нашем. Мы, конечно, в любом случае, тот профессионал, который у него есть, и выиграли то же самое. Мы за то, чтобы он оставался еще там, пока он сам считает. Спасибо. Спасибо. В крайнем первом году у нас вопрос. Короткий вопрос, идите у канала «Армейский разбор». Виталий Михайлович, сегодня Левников разрешал вести довольно жесткую, но в рамках, в рамках, допустимых правил, слабую борьбу. Вам что больше нравится, когда происходит такое, или когда даже легкое касание, после легкого касания, мы слышим свои слова, и я уже не понял. Ну, однозначно нравится, когда рефери дают играть, но сегодня все-таки больше давал играть ЦСКА, скажем так. Ну, мне так показалось. Все, друзья. Здравствуйте. Виталий Михайлович, здравствуйте. Ютуб-канал здесь с госпинцем. У меня вот такой вопрос. Вся, какую еще мощь в предыдущих матчах, Каштанов, Анджелы Ильича, оставаясь на коллекте запасных, почему вы там еще не вышли сразу застали? Это было именно по ЦСКА или просто функционально не готово? И почему Каштанов сегодня частейко свалился на фланг атаки? Это была задача под кого-то, или просто ситуативно так получалось? Ну, мы исходим с того, что вот должен выйти вот на данный момент состав, который сильнейший, да, то есть в любом случае. То есть ни о чем другом не думаем, как и о сегодняшнем матче. То есть если мы сегодня решили, что Анджелы Ильич, который достаточно много злотий накопил, и Каштанов лучше, чем остальных, мы их выпускаем, иное дело, что определяем не функции на футбол напоя, атаки в обороне. То есть и нам надо было понять, что играть сегодня против руинцев, раненых защитников ЦСКА. И то есть выбор был таков, или играем против Роша маленьким нападающим, или играем Каштановым. Но учитывая то, что у нас такого игрока, который бежит очень хорошо за спину, там, до исключения, наверное, ранжера вообще нет, поэтому решили, что Каштанова покроет, кто-то выйдет другой в эту позицию, и нам добавит скорости. Ну, в какой-то мере, это с резоной, наверное, прям ушло. Спасибо. Александр, вопрос? Да, Виктор Михайлович, ну про возвращение в эти стены тоже не могу не спросить. Каково это? Чувствуйте себя из Каштанова, видел после матча очень тепло с Игорем, а каким фирмом общались, с кем еще? Ну и про пенальтируйте. В конце, сколько сказали, начать не буду. Ну, опять, еще раз, я, может быть, даже в штрафных могу ошибаться, желтых карточек, но мне показалось, что, ну, несколько свистков пропустило, но это, опять же, это со стороны тренерской скамейки, и я не видел пенальти, поэтому мне сложно что-то комментировать, и особенно, там, если кто-то что-то передает, ничьи слова на меня, пока я сам не увижу, не могу комментировать, потому что, в общем, так. Поэтому, не знаю, но давайте посмотрим потом какие-то выводы мы делаем, пока вам виднее это было, скажите. И про возвращение. А, про возвращение, ну вы знаете, что мне всегда приятно сюда. Я понимаю, что любой тренер, который оставил след здесь, кто-то может любить, кто-то искренне уже устал от меня, ну, такая ситуация. Ну, это вполне нормальная ситуация, потому что СССР привык выигрывать всегда, а, наверное, тот результат, который у меня было два вторых места, суперкубок, и, значит, вот на Лиге Европы, наверное, кому-то недостаточно. Но я здесь сделать ничего не могу больше. Все, друзья, спасибо большое. Спасибо за субтитры.